Привет! Я вчера же обещала, что еще одно свидетельство вам расскажу. Я вам не надоела уже со своими чудесами. Так вот, я вчера рассказала про финансовое чудо, то, что я молилась за то, чтобы Бог покрыл расходы на эту поездку в Баку. И еще меня беспокоила другая вещь, что мы же планировали съемки здесь, а вообще сами по себе съемки – это очень дорогое удовольствие. То есть нужно постоянно платить за операторов, за монтаж, за студию. Это все отдельно оплачивается. И всегда каждая съемка стоит, в принципе, очень дорого. И я уже начала думать, как бы мне… Хотя, знаете, вот пастор, к которому я ехала, он сказал, не переживай, тут есть пастора, которые хотят помочь, и они предоставят своих операторов видеосъемку и так далее. И я говорила, хорошо, да, конечно, но я понимала, что нужно… Это не будет в каком-то офисе, нужно будет все равно снимать студию. Все равно… Я же не знаю там, какие операторы. Я думала, там просто один оператор с одной камерой, с одним микрофоном. Вот знаете, вот когда у нас всегда ожидания такие вот заниженные. И знаете, вот настолько Бог… Хотя мне пастор говорит, не переживай, но все равно… Вот я сама по себе такой человек, мне нужно, чтобы заранее все было спланировано, чтобы все было готово, чтобы я не парилась, чтобы заранее все подготовлено было. И, значит, я приезжаю с таким опасением, ну, как бы тоже… Ну, как бы неудобно было спрашивать, а что у вас за оператор, а какие у вас там оборудования, микрофоны, камеры. И вот я, значит, приезжаю, встречаюсь с ребятами, которые… Операторы, которые должны были это отснять. И знаете, я просто была… Вот честно, я была в шоке. Мои ожидания, вот я не скажу, что я прям думала, что это не профессионал. Я понимала, что там профессионал, но я не думала… Ну, я думала, там одна камера, один микрофон, там один подсвечник, может быть. И вот мои ожидания вот были вот такие вот. И я приезжаю, Бог, вот со всей этой командой, со всеми этими пасторами, со всеми этими оборудованиями, он настолько сильно превзошел мои ожидания, что я пребывала в шоке некоторое время, потому что у них была… У них есть такая студия красивая, у них такие оборудования, которые я еще не видела в своей жизни, честное слово. Там такие профессиональные операторы, которые… Я думала, я приеду, я им буду говорить, вот так снимайте, вот так не снимайте. А тут я просто… Мне просто приходилось молча сидеть и наслаждаться их работами, потому что настолько все было профессионально, и все это было даром. Вот настолько они помогли мне. Я вот сейчас очень сильно хочу поблагодарить всех пасторов, всю команду. Некоторых я отмечу вот под этим видео, у кого есть аккаунты. Вот особенно пастора Эльшана, пастора Эмиля со всей командой, Вадима. Вот просто хочу от всей… Сару, от всей души хочу поблагодарить Бога за каждого из вас, за то, что вот настолько вы, вот честное слово, настолько вы профессиональные и посвященные Богу люди, что вы еще больше зажгли во мне вот огонь желания служить нашему Господу и для меня честь служить вместе с вами. Вот, и поэтому, знаете, вот когда Бог что-то тебе предлагает, а мы вот держимся за свое… А у меня все равно были вот такие вот внутри как бы чувства… Все-таки я… Вот честно, я не буду лукавить. Я параллельно искала операторов в городе Баку, параллельно искала студию, думала, ну, на всякий случай жизни я буду иметь кого-то в виду, если что, позвоню. Но не тут-то было, но не тут-то было. Вся эта команда со всеми их навыками, знанием, посвященностью, профессионализмом, они просто меня удивили. Вот честное слово, я была очень рада поработать со всеми этими людьми и я получила огромное удовольствие, благословение и благодати. И вот поэтому просто вот урок из моего вот этого опыта. Доверяйте Богу. Когда Он тебе говорит, не переживай, все схвачено, не переживайте, все на самом деле схвачено. И давайте… Просто я сейчас это себе говорю и хочу вам тоже это сказать. Давайте мы не будем Бога ограничивать, и давайте мы просто будем Богу давать свободу, чтобы Он двигался, чтобы Он… Знаете, вот не будем Его ограничивать, не будем ожидать малого от нашего всемогущего Бога. Давайте научимся ожидать большего, большего. И Бог на самом деле любит нас удивлять. Он прекрасен, и Он любит нас удивлять. И вот это уже не первый раз, и слава Богу, это не последний раз, когда я чего-то жду, и Бог дает намного большего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok